И снова среда, и снова раннее утро, а это значит, что рабочий день главы района Алексея Валова и его коллег по строительному комплексу начинается на одном из важных строящихся объектов. Сегодня это школа в сельском поселении Медвежье-Озерское. Задача, которую Алексей Валов ставил подрядчику компании «Стройгарант» как первоочередную, закрыть тепловой контур здания и подать отопление, чтобы можно было вести внутренние отделочные работы. За неделю, как мы видим, корпус новой школы практически достроен. Над спортзалом ведется монтаж кровли. Центральный пролет здания также подведен под крышу. Благоустраивается территория, в том числе и вокруг старого здания действующей Медвежье-Озерской школы. Строительные работы идут в плановом порядке, но генподрядная организация задерживает проверку документов подрядчика о выполненных работах, из-за чего сбоит финансирование. Я думаю, что после этого совещания, которое мы здесь провели, эти сбои все будут устранены, и финансирование опять будет продолжаться планово. И, соответственно, как и обещали в этом году, мы получим заключение соответствия этого объекта и введем его в эксплуатацию. Позже Алексей Валов провел рабочее совещание в штабе строительства моста через Клязьму в микрорайоне Соболевка. От руководства компании «Элен Альф» районные власти требуют ускорить темпы работ и увеличить количество рабочей силы. Сейчас на площадке ведется сооружение опор моста, в берега забивают сваи. Пролетная конструкция поступит на стройплощадку в начале декабря. Поставлена задача установить ее на место до Нового года. С участием руководства отдела ГИБДД обсудили еще одну связанную со стройкой проблему – открытие для сквозного проезда улицы Фабричной. Директор по строительству «Элен Альфы» Борис Билл Сагаев пообещал открыть проезд к 15 декабря. Мы хотим, чтобы они построили объект вовремя, а может быть даже раньше срока. По одной простой причине, он очень востребован, этот мост и вся эта развязка дополнительная транспортная, которая позволит сбросить поток транспортный с центра города. Еще ряд вопросов строительной сферы обсудили в рамках еженедельного стройчаса в администрации района. Компания «Веста-2001» застраивает квартал «Пустовский». Это пять многоэтажных домов между Первым советским переулком и улицей Пустовской. В них, в том числе, получают квартиры жители сносимых домов старой застройки этого района. Два дома сданы, в один из них переехала детская художественная школа. Для продолжения строительства, в том числе установки башенного крана, необходимо перенести воздушную линию электроснабжения. Возникла заминка, районные власти обещали содействие. Неоднократно вызывался на стройчас руководитель компании «Промриэлт», которая построила ЖК «Вега» в микрорайоне «Радиоцентр-5». Он должен рассчитаться с бюджетом по арендной плате за землю и передать в муниципальную собственность наружные сети энерговода и теплоснабжения. Максим Долгов заверил, что выполнит это требование до конца года. Сейчас идет оформление документации. А через неделю на стройчасе он должен доложить о передаче сетей наружного освещения. Он должен вызвать комиссию, отремонтировать все приборы, вызвать комиссию. Если он подпишет так, что все исправно, и если у него есть паспорт, он должен нам передать тоже в муниципальную собственность. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok